давайте я покажу вам несколько скриншотов в настройках windows я поставил разрешение 4k для своего монитора 3840 на 2160 а игру я запустил с разрешением 1920 на 1080p первый скриншот который вы сейчас наблюдаете это с игры обратите внимание на текст и на самих персонажей имеется небольшое мыльцо потому что full hd запущена в 4k разрешение в общем так на 4k мониторе на втором скриншоте и обратите внимание также что появилась четкость на буквах это заметно на траву обратите внимание на доски на самих персонажей они стали четче это я применил вот этот программ в автоматическом режиме никакие режимы сглаживания я не включал всем привет ребята сегодня я бы вам хотел рассказать о такой прикольной программки под названием у ослес кэлинг она в стиме стоит 150 рублей по скидке в есть дымоверсия можете попробовать побаловаться данное приложение работает начиная от windows 8 то есть windows 7 уже она не работает следует это учесть вообще она нужна для обладателей 4k мониторов первую очередь потом ну принципе для обладателей full hd мониторов тоже подойдет у кого не сильно мощные компьютеры которые хотят играть в игры три пола и класса и соответственно для запуска всеми наши любимые ретро темы да это эмуляторов различных старых игрушек с низким разрешением либо овощей игр которые не имеют функции изменять разрешение экрана примеру вас 4k монитор да и вот данная игрушка которым там была на скриншоте фи ltl далее как называется ftl она круче работает 1280 на 720p поэтому при игре в эту данную игру на 4k мониторе у вас будет полнейшее мыло данная игра умеет увеличивать разрешение именно под ваш монитор игр но без потери качества и еще применять антиалясинг то есть функцию сглаживания также допустим если у вас старенький компьютер но не такой старенький а допустим маломощно да а при увеличении допустим разрешение экрана до full hd то есть это 1920 на 1080p вас примерно начинает тормозить комп ему не хватает ресурсов да вы скидываете понижаете разрешение экрана игры до 1280 на 720p и применяете эту программу она увеличивает там разрешение до full hd не теряя качество картинки то есть как будто вы и не меняли это разрешение в самой настройках игры ну плюс еще можете применить сглаживание но если вы его будете применять учтите что нужно будет его отключить в самой игре давайте запустим игру и игру программу программа запускается из библиотеки предлагается запускать ее в обычном режиме и либо либо запуск от администратора настоятельно рекомендую запускать всегда от имени администратора а лучше сделать следующее правой кнопкой мыши нажимаете суда управление посмотреть локальные файлы переходите папку с программой нажимаете свойства вкладка совместимость и ставите здесь галочку почему это нужно сделать потому что иногда программа работает по горячей клавиши сочетанию и когда она запущена не от администратора иногда эти горячие клавиши не перехватываются собственно вот так она выглядит это все настройки ну тут понятно да можно менять какие хотите кнопки хоть там control q поставить меня же вот это устраивает если эта комбинация а единственное забыл добавить что игры должны быть запущены в оконном режиме вот это самое важное условие кстати на увеличивать разрешение не только у игры но и у всяких различных приложений того всего хоть вот у стима его этого окна можно увеличить или какую-нибудь маленькую картиночку это особенно будет интересно хентай щекам фаппером еще нет таких ну из моих подписчиков конечно же таких людей нету ну вдруг мое видео будет смотреть не подписчики мои а кто-то другие это по-любому по-любому кто-то из них есть я вот точно знаю что это ты смотришь поэтому я часть я прикол один покажу ну Данная кнопочка Scale in 5 То есть 5 секунд Вы ее нажимаете Если вот данное сочетание клавиш у вас не сработало Вы нажимаете эту кнопочку Идет отсчет от 5 до 1 И быстренько переходите в окно Нажимаете вот так вот просто активируете И ждете И оно само все сработает Дальше идет кнопка автоматически Первый параметр это Автоматическая подгонка увеличения экрана То есть активация короче вот этого скейлера Под ваш монитор Именно в соотношении 1 к 1 идет То есть пиксель к пикселю Иногда оно получается не на полный экран Я это вам на примере покажу Вот это То есть это целые числа А это короче не целые числа Это уже подгоняется под сам экран монитора Ровненько четенько все круто получается Дальше если снять галочку автомат Здесь выбираете режим скейлера Можете ручной выставлять ручками Можете выбрать из пресетов дополнительных В основном допустим если увеличить нужно 720p на 720p Вполне достаточно 1.5 до Full HD То есть 1920 на 1080p Здесь если у вас картинка допустим получилась сильно увеличенная И вы выбираете что обрезать либо по центру Получается обрезается вверх-вниз Либо вверх То есть обрезается вниз Либо вниз Обрезается вверх Ну в некоторых играх можно чуть подкорректировать Я же ставлю вот так всегда Дальше антиалязинг Это сглаживание режим Тоже классная кстати штука Если вы решили использовать антиалязинг То есть сглаживание Не забудьте отключить сглаживание в самой игре Чтобы у вас там вообще каша полная не получилась Естественно это влияет на производительность То есть вы можете просто скейлить игру Увеличить ее разрешение без каких-либо потерь качестве Либо применением сглаживания Сглаживание тратится ресурсы компьютера Сами понимаете почему Мультидисплей Эта функция нужна для использования двух и более дисплеев Перейдем сразу к следующей функции Клип курсор Эта функция не дает выйти курсору за рамки окна То есть если вы скейлили какую-то игру Чтоб курсор не вышел за его рамки Но если вы используете мультидисплей Тогда вам эту галочку нужно снять Чтобы переключаться на другие дисплеи Но единственная фишка в том Что при включении мультидисплея Отключается вертикальная синхронизация Вот как бы ничего не поделаешь Автор пишет Что еще хочу добавить по поводу мультидисплеев Разработчик советует не включать его в современных 3D играх Курсор здесь спит Как бы не прописывается Не знаю почему Какой это видимо А это скорость курсора Когда при использовании скейлера Если убрать галочку Скорость курсора как бы увеличивается Поэтому эту галочку всегда нужно оставлять включенной Но я рекомендую Хайд курсор Ну это понятно Скрыть курсор Если вам курсор не нужен в игре То вы его отключаете Дальше смотрите Еще есть параметр такой работает только не в автоматическом режиме Потому что он работает вот именно с целыми числами Тут единственный нюанс Это сам автор данного приложения добавил 1.5 Force Resize Это такая штука Когда у вас изображение допустим вот квадратное Да по бокам черной полосы При включении этого параметра Оно как бы растягивается То есть 4 к 3 Да допустим было А получается Там 16 к 9 Да там или как у вас там монитор В зависимости от вашего монитора Но единственная штука такая Что естественно изображение Как бы немножко приплюснутое Поэтому что растягивается Да Ну в некоторых Скейль факторах Да То есть Допустим там у вас На полтора нормально Да Force Resize идет А при увеличении на 2 У вас вообще ломается картинка Какие-то полосы появляются В общем Тоже нужно немножко Кстати параметром побаловаться Ну вот давайте рассмотрим Примеру скриншот из Half-Life Да 1, 2, 3 Что тут напишено Написано Half-Life 2 Да В разрешении Full HD Да На 4К дисплее То есть Вот это первая иконка Да Это Fullscreen То есть Видно вот эти вот все лесенки Все фигня Мы лицо Да Второе Это включение Скайлера В двухкратном режиме Да Смотрите уже Картинка мыла убралось Можете обратить по траве Допустим Да На небе Там видно А третий режим Это с добавлением Анти-алязинка То есть Идет уже сглаживание Да Лесенки уже Практически не видны Все дела Ну Как бы Чтобы не Пиздеть Как говорится Давайте Перейдем уже К запуску игры Вот На примере Пепперс Плис Вон идет 720p Запускаем В окне И я вам покажу Как она работает Вот Собственно Запустили мы Саму игру Да Запустили приложение В какой Последовательстве Запускать Не Имеет смысла Давайте Попробуем В автоматическом Режиме В Интегре То есть Целые числа Нажимаю Сочетание клавиш Сочетание клавиш Alt S О чем я вам И говорил Видите По бокам Получается Вот То есть Курсор у меня За окошко Не вылазит Да Потому что И галочку Поставил Но у нас По бокам Получились Все полосы Можно Также нажать Сочетание клавиш Прийти назад Но можно Альтабом Пользоваться Тут мы видим Статус Папер Плиз Резолюшн Пишет Скейлер Какой он Подобрал Ну и в общем Там какую-то Дополнительную Информацию Выбираем Прямо Вот так На горячую И переключаемся На окно Хлобысь Вот о чем Я вам говорил Я вот этим режимом Почему и пользуюсь То есть Не целыми числами Обратите внимание Картинка увеличилась Без потери Какого-либо Качества И без какого-либо Мыла Именно Промыла Идет речь Здесь смотрите Да Вот эти вот Все пиксельные штуки У вас Видны Да На экране Буквы тоже Немножко Как бы такие Да Острые углы Можно сказать Давайте Примерим Применим Мульти Точнее Антиалязинг Хлобысь Смотрите Как все это Сгладилось Ну уже Вот кто-то не любит Да Какие-то такие Вот Пиксельные Хреновины А любит Чтоб Глажи Было Особенно заметно На тексте Текст получается Классный Такой Закругленный Прикольный Ну давайте Включу Игру Посмотрите Как все это Выглядит Так вот оно Наше рабочее окно Это у нас Режим сглаживания Давайте я сейчас Сглаживание Отключу Посмотрим Как у нас Будет без сглаживания Все нормально Все четенько Показывает Все работает Также у игры Есть Мануальчик Можете почитать Но этот мануал Я советую вам Открывать Совсем по другому Заходим в папку С приложением Вот он Help Открываем И у нас сразу Google хочет нам Помочь И читаем Тут все настройки Описано В принципе Я вам все рассказал Тут особо Ничего такого нету Единственное Тут можно запускать Чтоб не париться Не запускать Каждый раз Приложение Потом запускать Игру Можно создать Сразу же Ярлык Вот к примеру Здесь нам Все Настройки Указаны И как должно Прописываться То есть Давайте я вам Быстренько покажу Как это все работает Переходим в папку Приложения Создаем Ярлычок Создать ярлык Заходим В свойства Выбираем Объект Пишем Путь Пробел Двоеточие И между двоеточиями Вставляем Прям путь До самого Экзешника Игры Давать ее Тоже на примере Вот этого Паперса Я вам покажу Вот сначала Его нужно Также найти Посмотреть Локальные файлы Теперь вот Ищем Само приложение Экзешно Исполняемое И в принципе Вписываем Вот так Копируем Этот путь Именно До экзешника Запускаем Нами Приложение Открываем Кстати Программу Можно закрыть Свойства Ярлычка И вот здесь Между двоеточиями Прописываем Путь До экзешника Далее Приходим Назад Пробел И вписываем Параметры Которые Нам нужны К примеру Я хочу Вот этот Чтоб у меня Все автоматически Нахрен Настраивалось Копируем Вставляем Авто Тру Должно То есть Включено Быть Так Потом Режим Автотипа Я хочу Выбирать Не целые числа А Вот это Интегр Это целые числа А это Короче не целые числа Чтоб у нас Растянулось Все По четенькому В полтора раза Вставляем То что в квадратных Скобках Интегр Затираем Все Нажимаем Применить Нажимаем Окей Теперь Что остается Сделать Описать Папперс Там Плес Можно даже Иконочку Поменять Там Где они Здесь у нас Сменить значок Там На Где она Там Находится Даже Вот так А вот Она Да Флобы Сменяете Значок Нажимаете Окей Все У вас Даже Со Значком Будет Нажимаем Окей Все Ну это Что-то Со Стимом Такая Фигня Какая Это Рассмотрим Поподробнее Да Это Путь До Самого Приложения Потом Прописывайте Путь До Самой Игры И Параметры Так как Этот Папперс Что-то Глючит Давайте На Примере FTL То же Самое Проделаем Копируем Вставляем Сюда И Подменяем Вот Здесь Все Тут у нас Все на Автомате Если Вы Хотите Настроить Какие-то Другие То Авто Не Прописывайте А вот Допустим Scale Фактор Тут Можно Написать Допустим Не 2.0 А Полтора Допустим Если Включить Anti-Aliasing Это Вот Кстати Anti-Aliasing Мы Не Включали Давайте Мы Тут Включим Пальше Это У нас Отключено Тро Это Включено Все Копируем Все Это Лабудень И Также Создаем Ярлычок Заходим В Свойства В поле Объект Вставляем Жмем Акай Даже Сменить Значок Ищем Этот FTL Наш Сюда Окей Окей Все Запускаем Вот О чем Я говорил Все Загрузилось Точнее Запустилось С нашими Настройками Я не знаю Почему Паперс Теряется Этим Как он Со Стивом Что-то Чего-то Там Вот Программа Она У нас Подхватилась Пишет Все Запущено То есть Работает Нажимаем Выход И все То есть Программа Закрылась И игра Закрылась Вот такая Вот штука В общем Программа Прикольная Забыл Добавить Еще Один Момент Заходите В Обсуждение Есть Прикрепленная Тема Открываете Ее И здесь Ну тут Он создавался Как официальным Разработчиком Так и Карифаном Или каким-то Другим Чуваком О Поддерживаемых Эмуляторах И Они тут Настройки Подписали Чего Кого Лучше Выбрать И Поддерживаем Игрушки То есть Ну которую Они сами Тестировали И тут Некоторые Пояснения К запуску Дает В принципе Это можно Копировать Адрес Страницы Открыть Все это Конечно В гугле И Естественным Образом Все это Перевести На русский Чтобы было Все более Понятно Вот они Звездочками Отмечают Что это Все новое Вот кстати Здесь есть Досбокс Эмуляторы Дэнди Там Сеги Там PC Engine Супер Нинтендо Плейстейшн 2 Тут даже есть И вот Допустим Для Деос Экса Видно Что он Работает Разрешение 4 к 3 Там 16 к 9 Нормально Все Диабло 2 Проверено Кстати Диабло гонял Ну и в общем Можете зайти Так почитать Тут В принципе Можете Сами играть Вот Масс Эффекты Кому Интересно Помнить Детство Квейки Ведьмаки Там Первый Второй Даже Третий Вот Они Даже Вечер Есть Даже Вот Battlefield Biding of Isaac Rebirth Ну очень много Чего есть Ну еще Я вам тут Покажу Немножко Скриншотов Которых Я нашлепал И И напоследок Так как Я пишу Это видео В Full HD Да Я не могу Показать Видео Которое Я сделал С использованием Этой программы В 4 Поэтому Я его Отдельно Выложу На своем канале Посмотрите Там Будут Пример Diablo 1 И Diablo 2 Как я там Играл Балл С настройками В общем Это На этом Все С вами Был Кацинеку Всем Удачи Используйте Юзайте Программку Она Вообще Дешевая И Мало Весит 100 Килобайт Даже Он Носит С библиотекой И С конфигом Даже 100 Килобайт Не весит Программа Крутая Всем Советую Ну Все Джан Еще Услышимся Пока Всем